Вот, давайте, значит, сегодня поговорим про сердечно-сосудистые проявления при ковиде. Так, почему я заговорил про эту тему? Ну, потому что мы к 2019 году сократили смертность в стране до 102 тысяч на 10 тысяч населения, 102 человек на 10 тысяч населения, вот, это все было очень прекрасно и все было замечательно, а в 2020 году вдруг произошла вспышка, и у нас 113 на 10% мы врастили, и даже больше летальность. Смертность среди населения, значит, в 2020 году смертность увеличилась на 18%, достигнув двух с лишним миллионов. При этом, обращая внимание, Мездрав говорит, что снизилась заболеваемость болезнями системы кровообращения на 7%, одновременно Росстат говорит, что выросла смертность от болезни на 11%. Ну, как-то странно. Росстат лукавит, правда, говорит, что вся дополнительная избыточная смертность, она связана с ковидом, половина точнее. Может быть, это и так, но вот здесь рисунок, который мне очень нравится, это причины смерти. Обратите внимание, неустановленные причины и внешние причины – это примерно половина того, от чего умирают люди, а все остальное, когда нам рассказывают там болезни кровообращения, органов дыхания и так далее, это на самом деле во второй половине. Поэтому, когда мы говорим о общей смертности, то мы должны понимать, о чем идет речь. И я думаю, что проведение всяких локдаунов и прочего могло снизить, например, неустановленные причины и внешние причины в процентном отношении, а, соответственно, увеличить влияние других факторов, включая ковид. Так, что-то он у меня так долго переключается, я на что-то не на то нажимаю, может быть. Значит, какие причины роста смертности мы можем предположить? Ну, это, во-первых, паралич первичной медицинской помощи в стране, паралич госпитальной помощи, резкое снижение возможности плановых госпитализаций, локдауна, ограничения для непривитых, перераспределение коечных фондов, резкий всплеск внутрибольничных инфекций из-за грубых нарушений санитарно-противопедемических правил, например, закрытие вентиляции, перемешивание потоков больных, отсутствие провизорных и обсервационных отделений или палат, которые, в принципе, приняты всегда были при инфекциях, применение направо и налево антибиотиков без показаний, применение бесконтрольно тяжелых иммуносупрессоров, всякие МАБы, которые блокируют фактически до нуля иммунитет и вызывают в конечном счете всплеск внутрибольничных инфекций. Ну и свертывание программ вторичной профилактики заболеваний, раннее выявление хронических и неинфекционных заболеваний, их контроля, это все тоже здесь должно быть учтено. Что такое ковид? Значит, это вирусная первичная респираторная инфекция, почему первичная респираторная, потому что это только в начале она респираторная, которая вызвана возбудителем соответствующим, дальше идет поражение сосудистого эндотеля и развития иммунологических реакций, с гипериммунными реакциями, десемнирным внутрисосудистым свертыванием крови, с тропностью иммунных поражений к нервным тканям, с развитием специфического ДВС-синдрома и вовлечения других органов и систем, легкие почки, миокарты и так далее, и перерастание иммунных реакций в тромбо-воскулит длительного течения, который мы сегодня именуем постковидным синдромом. Только что вышла статья в сентябре по расшифровке механизма активации свертывания крови, о чем мы все время пишем, что ДВС-синдром имеет специфику при ковиде, он отличается от обычного ДВС-синдрома тем, что активация идет по внутреннему пути, то есть это именно контакт с эндотелием и иммунные комплексы. Образуются устойчивые к фибринолизу сгустки, и в общем-то лизис сгустков достаточно затруднен. Этот ДВС-синдром характеризуется малой степенью выраженности по синдрому потребления тромбоцитов, антитромбин, о чем постоянно с самого начала тоже говорится. Наряду с поражением центральной, периферической, вегетативных нервных систем, о которых чуть-чуть уже упоминалось, имеется поражение метасимпатической нервной системы, это кардиоваскулярный ее сегмент, который проявляется нарушением регуляции артериального давления у 55% больных, 2 трети дают гипертонические реакции и 1 треть гипотонические реакции. Появляется тахикардия у 63% больных, которая никак не объяснима кардиальными изменениями, в том числе постуральная тахикардия, когда человек встает, у него резко увеличивается частота пульса, и у части больных мы наблюдаем брадикардию. Ясно, что речь идет о нарушенной регуляции. Ну вот здесь на слайде приводятся данные о том, что различные заболевания часто встречаются у госпитализированных больных, и вы видите, что едва ли не самое частое – это нарушение ритма и артериальная гипертония. Хотя тут и тромбоэмболия, и сердечная недостаточность достаточно часто, но вот эти две позиции, они скорее превалируют среди других, если их сложить вместе, тем более. На этом слайде вот показано, что артериальная гипертония, она будет выраженнее, приводит к тяжелым состояниям чаще, чем все остальное, и является основным фактором риска у больных в остром состоянии. Вот, на этом слайде примерно то же самое расписано, вы видите, что здесь гипертония является наиболее значимым фактором риска, гораздо большим, чем сахарный диабет, и чем вообще сердечно-сосудистые заболевания у больных с тяжелым течением ковида. Поэтому на гипертонию надо обращать отдельное специальное внимание, это важный признак тяжелого состояния пациента. Нарушения сердечного ритма достаточно разнообразны, здесь и синусовая тахикардия, и брадикардия синусовая, постуральная тахикардия, о которой мы уже говорили, впервые выявленная фибрилляция предсердия или учащение фибрилляции, желудочковой экстрасистолии, желудочковой тахикардии. Влияние ковида на функционирование сердечно-сосудистой системы, оно многообразно. И на первом месте мы бы выделили все-таки это генерализованное повреждение эндотелия, эндотелиальная дисфункция, с развитием гипервоспаления, гиперкоагуляции, с блокадой микроциркуляции, от ДВС-синдрома до тромбовоскулита, я бы разделял немножко эти понятия, хотя, в принципе, одно переходит в другое. Ну, просто ДВС – это просто свертывание, а тромбовоскулит – это все-таки воспалительные изменения сосудов. Поражение регулирующих нервных структур, энцефаломиелит, повреждение кардиоваскулярного сегмента метасимпатической нервной системы, о которой я уже говорил, и глубокая гипоксия у части больных тоже может влиять отдельно на сердечно-сосудистую систему. После этого происходит усугубление имевшихся до ковида заболеваний, сердечной недостаточности в том числе, хотя мы не наблюдаем выраженного увеличения количества больных в сердечной недостаточности, а также возникновение новых заболеваний, инфарктов, инсультов, станокардии, появления гипертонии, аритмии и так далее. Аритмии развивается при нарушении метаболизма и гипоксии, гипокалемии, развитии миокардита и миокардиопатии, кардиотоксичность противовирусной терапии, которая сейчас встречается реже, и нарушение регуляторных функций нервной системы, вот в этом самом кардиоваскулярном сегменте. Я все время педалирую эту тему, потому что она абсолютно не изучена, и нам кажется, что это нужно изучать, и очень интересно можно сделать здесь массу наблюдений. Важный вопрос, на который до сих пор нет твердого ответа – это миокардит или миокардиопатия. Ну, с одной стороны, о болях в области сердца сообщает примерно 43% с постковидным синдромом, по нашим данным, это наши собственные данные. При оценке этого синдрома в основном речь идет о кардиологиях не коронароденного генеза, то есть это место на кардиотические боли, хотя такие тоже присутствуют. По данным Центра терапии постковидного синдрома Тверского медуниверситета, при эхокардиограмме выявляется повышение давления в легочной артерии и изменение глобального продольного стрейна. Мне немножко сложно про это говорить, потому что я, мягко говоря, не кардиолог, и я плохо понимаю в этом, но тем не менее, мы всегда говорили о диастолической функции, дисфункции, систолической функции и так далее, и так далее. Оказалось, что геометрия сердца тоже может изменяться, и это довольно хорошо видно на эхокардиограмме. И здесь вот вы видите деформация миокарда происходит во время систола, оно происходит как выкручивание такой полотенца, если хотите. То есть это не слопывание, как нам всегда казалось, а это именно закрутка миокарда в разных позициях. Здесь вы видите вот волокна, который на рисуночке нарисованы, и сверху вниз, и снизу вверх, и поперек все крутится. И, соответственно, вот это вот, изменение этой деформации могут очень существенно сказываться на всех функциях миокарда. Вот. Поэтому сегодня мы это обсуждаем, вопрос миокардита, миокардиопатия. Предварительные данные МРТ есть, они говорят о том, что продолжающееся повреждение миокарда может присутствовать у 60% пациентов с постковидным синдромом, и эти больные могут давать различные клинические проявления. Вот. Нужно, конечно, изучать биохимические маркеры повреждения миокарда, сфитические антитела. Сейчас вот центр, Тверской центр постковидный начинает постепенно разворачивать эту работу. Значит, напомню про фибрилляцию предсердия, что она резко повышает риск смерти, и ее появление резко ухудшает ситуацию вообще с больными. Значит, даже в холодном периоде без всякого ковида до 40% всех госпитализаций в год, у 20-30% является причиной сердечной недостаточности, причиной ишемических инсультов, собственно, с этим и идет борьба. То есть, это тема отдельная и серьезная. И сегодня, если мы посмотрим на рекомендации по лечению больных с фибрилляцией предсердия, то мы увидим с удивлением, что на первом-то месте стоят антикоагулянты, которые предостерегают больного от развития инсульта. А совсем не контроль симптомов аритмии, как нам казалось бы раньше, вообще только это обсуждалось тем. И мы сегодня как раз с вами поговорим именно про антикоагулянтную терапию, потому что она при ковиде представляет отдельную тему. Значит, у нас сегодня есть прямые оральные антикоагулянты, это Продаксы, это Ксорелты и Ликвиз. Напомню, что они могут быть получены пациентам бесплатно по кардиопрограмме при наличии фибрилляции предсердия, после инфаркта миокарда, после острого нарушения мозгового кровообращения, аортокоронарного шунтирования, чрезкожного коронарного вмешательства и катетерной абляции по полусердечно-сосудистой заболеваниям. Значит, могут быть получены. Спрашивается, а получают ли их, это приказ Минздрава, на минуточку обращаю внимание. И вот на сегодня, как выясняется, никто вообще про это даже и не знает. Страна два года как-то закупила мегатонны антикоагулянтов для реализации этой программы. Они лежат на складах, ни врачи, ни пациенты не осведомлены о том, что они имеют право получать бесплатно антикоагулянты. Ну, судя по всему, это все сейчас портится на складах. Причем, по таким самым оптимистичным оценкам, у нас сохранится количество антикоагулянтов на 7-8 лет вперед для этой программы. При этом передать антикоагулянты из одной программы в другую невозможно. Для нас это будет нецелевым расходованием средств. Это, естественно, грозит тюремными всякими разборками. И ситуация фантастическая. Хочу отметить, что по данным компаний, которые производят антикоагулянты, потребление в России антикоагулянтов за последнее время возросло в 700 раз. Ничего подобного мир не знает. У нас все больные сегодня лечатся антикоагулянтами. Я имею в виду больных с ковидом, постковидным синдромом. И это массовое употребление препаратов. Неправда у нас антикоагулянты спокойно выписывают. А кто говорит, что спокойно не выписывают? Конечно, выписывают. Вы, наверное, плохо понимаете, о чем идет речь. Есть программа, кардиопрограмма для определенных групп больных. Вот эти антикоагулянты выписывать можно и нужно, но они не могут быть переданы для больных с ковидом. Вот о чем идет разговор. Это наша обычная история. В одном месте лежит одно, в другом – другое. Передать вы не можете эти препараты. Вы должны их закупить снова. Продолжение следует. Продолжение следует. Он позиционирует, что прямые оральные антикоагулянты – это базовая терапия при инфекции COVID-19, как в острую фазу, так и в постковидном синдроме, поскольку в основном клиниковая разворачивается как тромбоваскулит. Напомню, что впервые мы высказались о профилактике тромбоэмболизма в 25 января 2020 года. И с тех пор мы ведем отсчет наших работ по этому направлению. Мы ввели в апреле 2020 года прямые оральные антикоагулянты вопреки всем международным подходам, которые говорили о том, что их нужно отменить у больных с ковидом. Мы написали, что их нужно делать. В июле 2020 года мы предложили ПУАК для лечения постковидного синдрома. С сентября, по-моему, месяца ПУАКи появились в свободном доступе для московских больных. Их раздают иногда бесплатно. Они появились в методических рекомендациях Минздрава, о чем я чуть позже скажу. С августа месяца прошлого 2020 года мы запустили медицинское бюро, через которое на сегодняшний день прошло более 3000 человек с острым ковидом и постковидным синдромом. И вот, значит, летом мы закончили подготовку рекомендаций, где ПУАКи заняли свое достойное место. На сегодняшний день 35 авторов, 17 профессоров, 4 академика, член корреспондента, 2 ректора ВУЗа и представители из 5 стран. То есть фактически мы говорим сегодня не о московских рекомендациях, а в общем, наверное, международных рекомендациях. Мы все время говорим о профилактических дозах. Мы продолжаем почему-то упорно спорить с Минздравом и с другими врачами, которые постоянно боятся давать нормальные дозы. Значит, вот апексабан и ликвиз. После операции 2,5 мг 2 раза в день, при фибрилляции 5 мг 2 раза в день. Это стандартная доза, профилактическая доза, никаких других доз не предусмотрено. Но понятно, что после операции непосредственно после операции можно уменьшить дозу. Но вообще обычно после операции ведут на низкомолекулярных гепаринах, а потом уже переходят на оральные антикоагулянты. Ну, сделаем поправку. Значит, проблема в том, что несмотря на отсутствие прямых исследований, тем не менее, есть данные о том, что апексабан в дозе 2,5 мг равен плацебо. Это прямо работа есть такая, где написано, что 2,5 мг давали в качестве плацебо. Смотрите, риуроксабан 15 мг 1 раз в день, а все советуют 10. Ну, тоже близко к плацебоэффекту, согласитесь, что тут небольшое различие. Но добегатран, да, вот он дается в дозе 150 или 110 мг, и в той и в другой дозе он обладает одинаковыми эффектами. Мы провели, поверьте, изыскание по большому количеству работ. Сейчас вышла статья по риуроксабану, которой назначали в дозе 10 мг 1 раз в сутки. При остром ковиде написано, что эффект отсутствует, эффект равен плацебо. Но мы об этом говорим полтора года, друзья мои, за что же мы вдруг будем обращать внимание на такие статьи. У нас эффект присутствует, но мы даем в другой дозе. Значит, наши дозы прописаны достаточно жестко, они выделены красным цветом. Мы назначаем 5 мг апексабана 2 раза в сутки. Риуроксабан или ксорелта мы назначаем 10 мг 2 раза в сутки. И продаксу мы назначаем 110 мг 2 раза в сутки. Такие дозировки мы используем. Еще раз повторюсь, кровотечений. В общем, мы не наблюдаем. Бывают какие-то эпизоды, но каких-то там серьезных кровотечений, конечно, все может быть. Мы готовы к этому, мы не видим. Хочу сразу сказать, что мы всем больным отменяем антикоагреганты и НПВС. Потому что сочетание антиагрегантов, антикоагулянтов и НПВС – это смертельный номер с точки зрения кровотечений. Обращаю внимание, почему наши позиции 2 раза в день. Во-первых, она никого не должна смущать, потому что все непрямые антикоагулянты тоже назначаются 2 раза в день. И мы должны обеспечить равномерное поступление препаратов в кровь. Время полужизни всех препаратов – добегатрана, риорексабана и апексабана – примерно 12 часов, полдня. Значит, давать эти препараты нужно дважды в сутки. Иначе мы не обеспечим постоянство концентрации этого препарата в крови. Ну, естественно, все боятся кровотечения. Без конца этот разговор идет. Значит, в России для добегатрана зарегистрирован проксабайт. Это препарат от прямой антагониста добегатрана. Он используется, он есть в больницах. Если возникает кровотечение, его нужно немедленно вводить. А для апексабана и риорексабана – это введение активированных или неактивированных факторов свертывания, седьмого А-фактора, или переливание свежезамороженной плазмы, что также может сработать в качестве гемостатического средства. Еще раз напоминаю, 12 часов времени полуповедения, поэтому если у вас развилось кровотечение и прошло 12 часов после введения препарата, то, в принципе, препарат уже перестает практически работать. Мы вынуждены были разработать собственную шкалу по оценке риска кровотечения, потому что та шкала, которая используется всеми, и все на нее ссылаются, в том числе в Мездраве она написана, эта шкала четко ориентирована на применение непрямых оральных антикоагулянтов, на применение врафарина. Там просто есть МНО, которое никакого отношения к прямым оральным антикоагулянтам не имеет, и поэтому оценить риск кровотечения по той шкале просто невозможно. Мы эмпирическим путем расставили риски, мы проговорили с различными специалистами эту шкалу, хотели делать суммарную, но решили, что проще сделать вот такую рисковую прямую шкалу. И каждый человек, конечно, может легко по ней определиться, что если у вас есть состоявшиеся продолжающиеся кровотечения из ветпищевода, из язвы желудка и так далее, то у вас 100% риск на кровотечения при назначении прямых антикоагулянтов, не надо их назначать. Вот. Ну, то же самое там касается менструации, например. Мы предлагаем на первые 2-3 дня менструации уаки не назначать или отменять. Ну, и так далее. Обращаю ваше внимание, что носовое кровотечение небольшое, что появление крови в каловых массах мы не относим к кровотечениям. Это все какие-то другие факторы, которые не требуют отмены прямых оральных антикоагулянтов. Ну, естественно, хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, сердечная недостаточность в той или иной степени повышает риск кровотечения. Ну, в общем-то, это все, наверное, понятно. Можно все в рекомендациях посмотреть, прочитать. Там все подробно написано. Ну, об этом я уже говорил, да, сравнение прямых антикоагулянтов различных, добегатран, ревексабан, апексабан, с варфарином. Значит, в исследованиях это все очень здорово, но особенно что касается безопасности. Кстати, похожий слайд, по-моему, показывал предыдущий оратор. Там даже цифры те же самые. Ну, наверное, источники информации-то одинаковые. Но здесь, обращаю ваше внимание, что сравнение идет между варфарином и прямыми оральными антикоагулянтами. Не между просто больными и применением препаратов, а именно варфарин. И, соответственно, эта шкала, она такая немножечко лукавая получается. Потому что если вы хорошо контролируете варфарин, ну да, у вас кровотечения будет немного. А если вы плохо контролируете? А если плохо контролируете, будете иметь кровотечение и на варфарине тоже, да еще какие. Здесь вот представлено в виде леса, так называемый график леса. Его просто перевернули, теперь он горизонтальный, а раньше он был вертикальный. Сравнение препаратов при сахарном диабете, по наличию инсульта и так далее, и так далее. Вы видите, что добегатран и рироксабан, они примерно одинаковы по влиянию на инсульты, но по влиянию на кровоточивость тоже, ну более-менее тоже одинаковы. Ну, в общем-то, в принципе, все три препарата плюс-минус одинаково влияют на течение заболевания, рефибрилляцию предсердий у различных больных с коморбидной патологией. На варфарине на 200% повышается риск внутримозговых кровоизлияний, ну или инсульта геморрагическая. Вот. Ну, в общем-то, согласитесь, что вот эта вот штучка, она выглядит печально. Причем это как раз результат уже не рандомизированных исследований, да, а это результат исследований в популяции. Это именно то, о чем я говорю, что на фоне приема варфарина не подконтрольным, резко растет количество геморрагических осложнений. Это большая проблема варфарина, и, собственно говоря, из-за этого от него сейчас постепенно отказываются в сторону прямых оральных антикоагулянтов, несмотря на то, что они, конечно, дороже, чем варфарина, это безусловно. Но у нас была работа по расчету экономических особенностей, и мы показывали, что если брать реальные условия практики, смотреть, сколько стоит кровотечение, кровоизлияние в мозг и так далее, то эта кажущаяся дешевизна варфарина становится большим бременем для государственных затрат. Для человека, может быть, нет. Ну, а прямые оральные антикоагулянты, они снижают частоту геморрагического инсульта по сравнению с варфарином, вы видите, довольно существенно, добегатран на 72%, апексабан на 58%, риорксабан на 33%. То есть, в принципе, вопрос о геморрагичности все-таки решается в сторону позитивности прямых оральных антикоагулянтов. Значит, во всех рекомендациях, во всех документах, которые сейчас вышли уже, их довольно много, везде написано, что профилактика тромбоэмболических синдромов при ковиде на всех этапах развития должна проводиться с помощью параральных антикоагулянтов, гепариноподобных препаратов, и при фибрилляции предсердия назначение должно проводиться в полном объеме и без исключения. Вот, в частности, ссылка здесь идет на вот эти рекомендации, которые уже год назад вышли. Вот, и это принципиальный вопрос. Значит, профилактика тромбоэмболических осложнений должна идти у всех пациентов в тех дозах, которые мы вам раньше написали. К сожалению, Минздрав продолжает удивлять. Сейчас вышли новые рекомендации, я запутался уже в их нумерации, по-моему, они 14-й, если я правильно понимаю, но они буквально вот на днях вышли. Открываем. Данных о применении прямых параральных антикоагулянтов при COVID-19 нет. Ну, наших статей уже много вышло. Нет, таких данных не существует. Ну, так Минздрав считает, ему виднее. При этом он пишет, что можно применять прямые антикоагулянты параральные. Можно рассмотреть вопросы. Что такое можно рассмотреть вопросы? Это кто будет рассматривать? Врачи должны рассматривать? Ну, не знаю, я вот в таких вещах не понимаю. При этом, значит, обращаю ваше внимание, что дозы в два раза ниже, и я их обосновывал, и мы еще раз и еще раз многократно проверяли в литературе собственные данные. Ну, слушайте, ну тысячи людей же прошли. Эти дозы не работают. Не работают. К нам приходят больные на этих дозах, говорят, а мы вот принимаем уже неделю, уже ничего и ничего не происходит. Мы им даем наши нормальные дозы, увеличиваем в два раза, и сразу наступает эффект. Очень странная фраза. В качестве препарата второй линии может рассматриваться продакса. Почему второй линии? Какой второй линии? От чего второй линии? Понять, что хотел сказать Минздрав, невозможно. Дальше написана вообще совершенно фантастическая история, что он не изучен как средство профилактики тромбоэмболии ТЭЛа у нехирургических больных, и его доза по данным показаниям неизвестна. Ну, то есть, вот все, что я рассказывал, оно не существует. Минздрав выше всех. Так, книжки не читаем, статьи не читаем. Я писал письмо еще, как несколько методических рекомендаций назад, чтобы внести эти препараты и, соответственно, продакса в методические рекомендации. Ну, знаете, такой полшага сделали, типа, ну, уважили вас. Ну, внесено и идите. Вот, я думаю, что надо все-таки устраивать скандал, потому что это безобразие, то, что делается в методических рекомендациях Минздрава. Так нельзя поступать, это ни в какие ворота не лезет. Вот. Значит, при амбулаторном назначении антикоагулянт следует уделять особое внимание наличию противопоказаний, выраженной почвы недостаточности. Необходимо повторно оценивать риск и активно искать признаки кровотечения. Интересно, а как они активно предлагают амбулаторно? Всем гастроскопии каждый день делать? Что они хотят? Вот что их за язык потянуло написать такую чушь? Длительность применения антикоагулянтов при ковиде на амбулаторном лечении неясна, и, по-видимому, может продолжаться вплоть до 30 суток в зависимости от динамики пациента и сроков восстановления двигательной активности. Амбулаторно-двигательная активность какая-то, ну, каша. Ну, слушайте, больные с ковидом не страдают нарушением двигательной активности, если у них нет тяжелого состояния. Они, в общем, достаточно неплохо передвигаются. Ну, я понимаю, чего-то хотелось написать, ничего не написать нельзя, а что написать, они не знают. Ну, ужасно. Ситуация просто ужасная. Позор, я бы сказал. Не ужасно, а позорный. Вот. Поэтому на сегодняшний день главным источником информации по применению прямых оральных антикоагулянтов при ковиде и постковидном синдроме являются наши рекомендации по ведению больных, по амбулаторному ведению больных с коронавирусной инфекцией в острой фазе и постковидном синдроме. Сейчас сюда добавляются еще больные с поствакцинальным синдромом, ковидоподобным, потому что у них протекает все, в принципе, очень похоже на то, что есть у больных с острым ковидом и постковидом. Вот. Ну, с этими больными мы пока начали работать. К сожалению, не всегда мы можем им помочь даже. Гипервоспалительные реакции тяжелые, тяжелейшие. И некоторые больные у нас даже уже погибли. Поствакцинальные, я имею в виду. Вот. И в заключении я хотел сказать, что вот появилась информация о некой декларации врачей, которая создана в Италии. Один из наших авторов, наших рекомендаций, он итальянец. Он бывший кандидат в Европейский парламент. И я надеюсь, что он участвовал в создании этой декларации, потому что там в Италии идут суды с врачами, с, простите, с системой здравоохранения, которая запрещает врачам применять действенные меры, в частности, о которых мы говорим. Вот. На сегодняшний день примерно 5 с лишним тысяч докторов и ученых подписали эту римскую декларацию. И они приглашают всех к участию. Здесь выложена ссылка. Ну, я думаю, что можно вот это Global COVID Summit Rome Италии набрать или что-нибудь еще, какая-нибудь декларация. Но, в общем, найти ее можно. Она не закрыта. И прочитать, и, в общем-то, принять участие в ее подписании. Вот. Ну, это примерно все, что я хотел рассказать на сегодняшний день по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, которые требуют пристального внимания, которые также связаны с нарушениями свертывания крови аутоиммунными реакциями. И ими надо заниматься и их изучать. Потому что впрямую мы не видим патологии сердечной, но видим проявление этой патологии. Вот. Все. Так, значит, давайте я прочитаю тут какие-то вопросы. Если нити фибрина не образуются в нескольких анализах крови, как голограмму не оценить, как скорректировать антикоагулянтную терапию? Я не понимаю, что такое нити фибрина не образуются. Как скорректировать терапию? Терапия корректируется без всяких исследований. Мы даем дозы профилактически, мы не даем лечебной дозы. Это сейчас подтверждено всеми исследованиями. Хотелось бы к этому снова возвращаться. Это подтверждено ВОЗом. Нужны профилактические дозы прямых антикоагулянтов, что гепарин, что низкомолекулярные гепарины, что прямые оральные антикоагулянты. Они не даются в лечебной дозе. И не нужно никаких нити фибрина, никаких исследований времени свертывания или что-то еще. Это все не требуется. Эффективность доз профилактических аналогична эффективности доз лечебных. Но лечебные дозы гораздо более геморрагичны. Поэтому ими не надо пользоваться. Ну, про то, что антикоагулянты выписываются в Москве, я уже сказал. Да, выписываются. Я про программы сейчас говорил. Так, можно ли применять тромбоаз в качестве антикоагулянта или он малоэффективен? Пожилые пациенты очень опасаются применять новые препараты. Применение для профилактики фибрилляции предсердий. Нельзя, он не работает для профилактики фибрилляции предсердий. Кроме того, он очень опасен с точки зрения развития геморрагии. Я не понимаю, в чем опасность приема прямых оральных антикоагулянтов. У них нет такого геморрагического осложнения, как у тромбоаза. Тромбоаз выжигает, как вы знаете, язвы в стенке желудка напрямую. И дальше, так сказать, начинаются всякие тяжелые кровотечения. Расскажите о ваших наблюдениях по поствакцинальному ковидному синдрому. Знаете, это все-таки единичные случаи. Мне трудно их пока статистически как-то отработать. Но у нас есть пациентка, например, которая заболела через несколько недель, наверное, после прививки. При этом она болела ковидом год назад. Мы ее начали лечить, как обычно. Ну, она начала паниковать. Что бывает? Она была одна дома, и она поехала в больницу. В больнице через две недели она скончалась от вторичной бактериальной инфекции. Что тоже бывает? Мы знаем, что там дают препараты, снижающие иммунитет, о чем я уже говорил. И внутрибольничная инфекция, она косит пациентов с ковидом гораздо больше, чем, собственно, ковид. Вот такое наблюдение у меня сейчас есть. Так, мои коллеги из Самары сообщают, что к ним приходят больные, прореченные в ковидном стационаре, с рекомендацией принимать Эликивиз по 2,5 мг 2 раза в сутки по рекомендациям Минздрава. Ну, я знаю, да, к нам же тоже эти больные обращаются, они не только туда приходят. Они к нам обращаются, они уже могут принимать в такой дозировке, мы их, в общем-то, переводим на нормальные дозы, и достаточно хорошо у них все происходит. Сколько времени давать? Ну, смотря когда. Если это острый ковид, то, в общем, мы примерно на месяц рассчитываем терапию. Но у нас такая позиция, мы ее везде пишем, что 2 недели после исчезновения симптомов. Надо сказать, что она коррелирует с позицией, например, Синайского госпиталя, который тоже еще в 20-м году заговорил о оральных антикоагулянтах. Они говорили, что после выписки из стационара минимум 2 месяца надо давать оральные прямые антикоагулянты. Но мы немножко расширили эту ситуацию, не после выписки, а после исчезновения симптомов острого ковида. Если мы говорим про постковидный синдром, тут все очень индивидуально, иногда приходится давать по многу месяцев. У нас есть больные, которые буквально антикоагулянтно-совисимыми стали, то есть они отменяют антикоагулянты, у них возвращается в то или иной мере клиника постковидного синдрома. Ну, мы считали, так вот наши данные, что порядка, да, эффективность при остром ковиде у нас все время остается около 100%. Я все время это повторяю. Понятно, что она не 100%, понятно, что есть больные, которые умирают и так далее. Но их в процентном отношении очень мало. Это просто единичные больные, просто по пальцам на одной руке можно пересчитать на всю совокупность. И поэтому в процентном все-таки 100%. При постковиде за две недели мы получаем эффективность около 75%. Это те, у кого либо полностью исчезают симптомы, либо значительно они снижаются по выраженности. Мы сейчас рассчитываем на Тверской центр, который мы создаем вместе с Тверским медицинским университетом. Там можно будет наблюдать больных дольше. Потому что мы все-таки наблюдаем за деньги пациентов дистанционно. У нас нет возможности прямой оценки симптоматики. Мы рассчитываем, что мы там получим большее количество больных с длительным наблюдением. И тогда будем говорить о большем, ну о более, так сказать, четкой статистике по постковиду. Вот, петицию в ченчерк не, ну я не буду петиции писать, я найду какие-нибудь другие способы. Я могу министру написать, у меня не залежится, зачем же я буду в ченчерк. Меня еще иноагентом обзовут за это. Так, нужно ли корректировать дозу ксорелта 15 мг в сутки, применяется после нескольких лет, после ОННК, фибрилляции предсердия, ХБП, бывает носовые кровотечения, пациент 85 лет. Ну, больной-то с чем? С постковидом? С чем корректировать, я не знаю. Знаете, обращайтесь в наше бюро. Вот гораздо проще есть. Вы за 200 небольшим тысяч рублей получаете двухнедельный билет на общение с врачом. Все вопросы можно задать, рассказать, прислать анализы, посмотреть, обсудить. Ну, как я вот сейчас вам скажу, нужно, не нужно, понять не имею. Еще вопросы. Так, это что тут мелькнуло? А, это куда обращаться с пациентом? Медикейс, ПРО, Медбюро. Все. Значит, хорошо, я в заключение еще раз напомню, что у нас завтра начинается заседание конференции пожилой-больной качества жизни. Мы там всех ждем очно и заочно, и много будет вопросов обсуждаться. Ну, в том числе, конечно, и то, что сейчас я здесь выложил и рассказал вам. Ну, может быть, под другими углами зрения. Ну, конечно, мы это все будем обсуждать снова и снова. Спасибо всем. До свидания.